Духовные дары, которые описаны в Писании, они всегда важны были для церкви, для общины, для возрастания тела Мессии. Я верю, что для каждого служителя пастора или домашней группы ответственного всегда было важно, чтобы Дух Святой действовал в их общинах. Я верю, что это насущное сегодня. Когда мы общаемся с пасторами или служителями, мы всегда встречаемся с одной проблемой. Это та проблема, которая говорится о характере. Характер сосуда, который несет тот дар Божий, который он получил. И хочу говорить с вами, друзья, о том, что в этом году мы будем иметь прекрасный ретрит, тема которого – духовные дары, выход из застоя. Многие верующие люди застоялись в своих дарах, особенно не знают, что делать с дарами, которые называются духовные дары, или же дары, которые касаются возрастания общины. Пороческий дар является частью жизни общины, которая помогает возрастать в каждой общине. Духовные дары – важная тема для каждого человека. Мы будем говорить о пророческом даре, о характере пророка, о каким образом используется этот дар, когда его используются, если это возможно, использовать у алтаря, когда мы молимся за людей при покаянии или же когда у них есть проблемы. Друзья, пастора, служители, всяких общин и церквей, обращаюсь сегодня к вам. Не упустите эту возможность приехать в Одессу. Возьмите с собой людей, которые и склонны, или же имеют дарование, и хотят служить и поднимать вашу церковь, вашу общину, чтобы в нашей общине возрастали духовно. И нам нужно приехать сюда, в Одессу, поучиться не только теоретически, но и практическое применение даров у алтаря. Приезжайте к нам в Одессу с 28 апреля по 30-е. Мы ждем вас здесь. Добро пожаловать в Одессу! Добро пожаловать в Одессу!